Баир Ильинчеев снова с нами. Слышите ли у нас сейчас, Баир? Да, слышу. Еще раз добрый день. Добрый день. Ну вот вернемся к нашему первому вопросу, который у нас погряз в технических трудностях. Насколько было легко тогда, сто лет назад, и какие были трудности с независимостью в Финляндии, как мы понимаем, это декабрь 2017 года, и 4 и 6 число, как они между собой отличаются, чем принципиально? Потому что, как мы понимаем, там были немножко разные события, и отмечают в итоге все-таки 6 декабря. Что было тогда в 1917 году? Да, вы абсолютно правы. Значит, сама декларация о независимости была принята парламентом Финляндии 4 декабря 1917 года, причем с интересным раскладом голосов. 100 голосов за и 88 против. А декларация о независимости была зачитана всему миру, объявлена о независимости Финляндии 6 декабря. Именно поэтому этот день выбран, как день рождения независимой нации. Кто голосовал? Как к этому относилось финское общество тогда? Что мы знаем об этом? Ну, расклад голосов говорит о том, что общество было сильно расколото. И действительно это было. За независимость, конечно, голосовали правые партии, патриоты, националисты. А против независимости голосовали партии левого толка, которые считали, что в Петрограде только что установилась новая власть, советская власть. И неплохо бы сначала с ними пообщаться и поговорить о независимости, тем более, что советская власть декларировала право народов на самоопределение. И поэтому левый партий сказал, что давайте мы не будем торопиться и голосовать, а сначала поговорим с советским правительством. Но вот голосование сложилось так, как сложилось. И уже без каких-либо предварительных консультаций с советским правительством в Петрограде Финляндия эту декларацию приняла 4 декабря. А 6 декабря она была объявлена всему миру. Вот так вот это получилось. И действительно, пока что было непонятно, как все это, как сложится, куда Финляндия идти дальше. Потому что это был вообще первый раз во всю историю Финляндии, когда она официально объявила независимость. И, собственно, стала независимость страной. До этого она с 12 века по 19 была частью шведского королевства. И потом 108 лет была великим княжем в финляндском составе Российской империи. Это интересно то, что вы говорите, потому что не историки вряд ли в курсе, что, оказывается, не все в Финляндии хотели независимость. Можем сказать, какая доля финнов была, скажем так, за и какая против правой партии. 100 лет назад в Финляндии это много? Да, конечно, это в основном представители именно крупного капитала. Но социалистов тоже было много. У них фактически пополам было распределение депутатских мандатов в парламенте. То есть позиции левых, позиции социалистов в парламенте Финляндии были очень и очень сильны. Собственно, вот это разделение на два лагеря и неопределенность, возникнувшая в связи с тем, что Российская империя рухнула, фактически исчезла власть какая-либо на территории Финляндии. То есть полиция и все остальное как-то уже повисло в воздухе. На территории страны стоят российские гарнизоны, которые тоже уже не понимают, зачем они вообще здесь находятся, потому что Финляндия только что объявила независимость, и они уже находятся на чужой земле, в чужой стране. Вот все это и также радикальное различие в видении того, куда Финляндия двигаться, как ей дальше развиваться, как уже независимое государство, к сожалению, все это привело к кровавой очень гражданской войне в 1918 году. То есть сразу фактически после получения независимости, буквально вот прошло полтора месяца, и в Финляндии вспыхнула гражданская война между левыми и правыми. Баир, расскажите, пожалуйста, ну вот известно, что, в общем-то, Совет народных комиссаров, одним из первых сразу признал независимость, там чуть ли не 18 декабря, также 1917 года. А в целом дальше как развивалась международная реакция на объявление независимости? Собственно, как раз в это время Маннергейм, который вернулся в Финляндию, генерал-майор императорской армии, генерал-лейтенант русской армии временного правительства, он как раз бегал по посольствам, собственно, и в Торгольме, и в других столицах, и он вот у всех просил признать независимость Финляндии, потому что, опять же, в международной среде, там признали-то ее не сразу все, то есть тоже это для многих выглядело как нечто такое странное, потому что, опять же, все считали, что Финляндия – это часть Российской империи, но вот империя рухнула Финляндия без независимости, поэтому ее признавали еще долго, и не сразу другие страны, я вот точно датой сказать сейчас вам не могу, но это не то, что это было таким автоматическим процессом, что вот Финляндия без независимости, сразу все ее признали. Совет народных комиссаров действительно верный своему обещанию, что вот если они придут к власти, то дадут народам право на самоопределение, признали независимость Финляндии, и Ленин, собственноручно, в Смольном написал декрет о независимости Финляндии, потому что сначала он просто сказал финской делегации, к нему же приехала финская делегация во главе со Свинхуводом, видным финским политическим деятелем, который потом был первым президентом Финляндии, он был, кстати, таким ярым националистом и противником России и всего русского. Вот Ленин сначала просто написал подпись, как легендно гласит, он просто написал, что утверждаю. На что Свинхувод сказал, что нет, так дела не решаются, давайте вы напишете нам какую-то официальную бумагу. И Ленин написал декрет о независимости Финляндии, подписал его, соответственно, подписали другие представители Совета народных комиссаров, и после этого Ленин с улыбкой вот это вручил, с такой саркотической улыбкой вручил это. Свинхувод спросил, ну что, теперь вы, господа, довольны? Свинхувод стал, да, довольны. Ну и Ленин сказал, все, счастливого пути, обратно в Гильтингфорс, обратно в Финляндию. То есть давайте еще раз проговорим этот момент, Баир. Многие знают, что Ленину там чуть ли не памятник можно поставить, любят его многие в Финляндии. И наш пользователь Яну уточняет, правильно ли считать, что Ленин дал независимость Финляндии? Нет, нет, это советский, это опять же советский такой, советская легенда в Корее, или советское такое видение ситуации. То есть это, кстати, еще уже в годы Второй мировой войны, когда Финляндия и Советский Союз находились в годы войны, тем не менее какие-то контакты у нас были с Финляндией. И Молотов финнам всегда говорил на переговорах, народный комиссар на стране, он говорит, слушайте, ну вот вы нас большевиков ненавидите, вы нас не любите, а представьте, была бы Российская империя. И вот Российская империя, имперское правительство, оно никогда бы вам не дало независимость. Поэтому давайте лучше нормально обсуждать вопросы. То есть Финляндия объявила независимость, а Ленин был одним из первых, кто ее признал. Не первым ее признал. Поэтому то, что у нас говорят, что Ленин даровал Финляндии независимость, это не совсем правильно. Это не совсем правильно. Они сами ее взяли, сами ее объявили, и Ленин просто это признал. Не мог не дать. Можем мы употребить такой термин? Не мог не дать. Да, ну вот я нашла... Вопрос. Хороший. Хороший вопрос. На самом деле на тот момент у Владимира Ильича Ленина было огромное количество других забот, нежели чем Финляндия. То есть Баир Ильичаев говорит, да, отвечая на этот вопрос. С моей точки зрения, у него, собственно, на тот момент все было настолько еще не устоявшееся у себя в стране, что... Это первое. Второе, что вообще-то в самые ранние недели и месяцы советской власти и вообще-то советское правительство оно выполнило все эти обещания, которые у них были до революции. То есть право на самоопределение, право на вероисповедание. Все это было сначала. Сначала в ранние годы советской власти все это было реализовано. Понятно, потому что потом это начало как-то меняться. Но тогда Ленин действительно признал независимость Финляндии. Про перемены еще поговорим. Вопрос. Нет, тут не совсем вопрос. Просто я нашла, собственно, в оксимиле вот это постановление Совета народных комиссаров. Ответное, известное, да. Да, 18 декабря. В интернете, да. Да, в ответ на обращение финляндского правительства о признании независимости Финляндской республики Совет народных комиссаров в полном составе, в полном согласии с принципами права нации на самоопределение постановляет войти в Центральный исполнительный комитет с предложением А. Принять государственную независимость Финляндской республики и Б. Организовать по соглашению с финляндским правительством особую комиссию из представителей обеих сторон для разработки тех практических мероприятий, которые вытекают из отделения Финляндии от России. И я тут нашла как раз по датам. Собственно, да, первой была Российская Советская Республика, потом в январе 18-го года Франция признала независимость, Швеция, Германская империя, Греция, Норвегия, Дания, Швейцария. Вот. Это все тут же в январе 18-го года. Надо сказать, а вот США только в мае 1919-го признали независимость Финляндии. Скажите, пожалуйста, Баир, по итогам гражданской войны Финляндии 18-го года отношение к независимости каким-то образом принципиально поменялось в финском обществе? Мы можем что-то об этом сказать? Ну, я бы так не сказал. Встретили, что после поражения левых сил в гражданской войне Финляндии победители белые, и здесь нужно понимать, что белые на финской гражданской войне, вот то, что потом советская пропаганда назвала белофиннами или финские белогвардейщины это совсем не такие белые, как на русской гражданской войне. Вот, потому что белое дело для русских белых, это было единой неделимой России. То есть, восстановление империи, и, соответственно, Финляндию давайте мы себе возьмем обратно. а белые в Финляндии это были я и националисты. Скажите, пожалуйста, а вот... Победили, и позвольте, я продолжу. Да, конечно. Собственно, закончу мысль. И, конечно, вот, националистам финским, победившим белым, конечно, было необходимо каким-то образом изменить название гражданской войны, потому что как вообще объяснить себе, объяснить нации, объяснить всем, вот почему страна стала независимой, и через полтора месяца люди в этой стране поделились на два лагеря, взяли в руки оружие и друг друга четыре месяца убивали, не смогли договориться между собой, то есть, вот, противоречия были настолько сильные, что разрешили столько силы оружия, причем с привлечением иностранной военной помощи. Красные, конечно, получали помощь в основном оружием от Китрограда, от советского правительства, а белые получали помощи оружием и добровольцами и целая немецкая дивизия от Германии и от Швеции. Так вот, гражданская война закончилась, но белые ее назвали «войной за независимость», или «войной за свободу», или «освободительной войной». Вот этот термин «вапаус сота», то есть «вапаус», «свобода», «сота», «война» это идеологически очень нагруженный термин, придуманный белыми победителями в финской гражданской войне. То есть они сказали, что это... То есть они уже забыли о том, что они уже получили, то есть они взяли независимость, Ленин ее признал, они сказали, нет, это все равно Россия, все равно мы воевали с Россией или с пророссийскими силами, и вот мы стояли свое... то есть освободились. То есть «война за независимость», так она называется по-английски. Вот. И, конечно, вот в этом расколе финского общества и трагической, очень трагической для Финляндии гражданской войны объявили... Ну, вы сами знаете, кого объявили... Обвинили, конечно, Россию. Баир, еще несколько вопросов у нас есть, мы не можем вас долго отвлекать, мы знаем, что вы находитесь сейчас в Финляндии и вы работаете там. Да, да. Смотрите, какая история. Нам напоминают наши пользователи про некое желание вернуть Карелию в состав Финляндии, якобы вдохновившись получением независимости. Пишет нам прямо тема скользкая. Можно ли говорить о том, что, скажем так, успех обретения независимости он мог быть каким-то образом развит? Что вы, как историк, на этот счет думаете? Вот сам термин вернуть Карелию, он... на 2018 год он неверный. Потому что те регионы, те части Карелии, которые Финляндия хотела отторгнуть всю Россию, опять же, сила оружия, воспользовавшись коллапсом Российской империи и слабостью советской власти, с полной неуразиленностью, которая в России тогда царила, как они могли их вернуть, если они, эти земли, им никогда не принадлежали? Эти земли, собственно, Аланец, Петрозаводск, Медвежегорск, это никогда не было частью Финляндии, это никогда не было даже частью Швеции. Даже вот по самому тяжелому для России мирному договору 2016-го года вообще-то Аланец был на российской территории. То есть они, скажем так, не хотели вернуть в Карелию, они хотели просто себе ее забрать. И идеологически это было обосновано тем, что Карелы это братский народ, это младший брат финнов, именно в Карелии были записаны руны Каливалы Элиэсом Леонрутом. И, собственно, это древняя древняя финская земля, которая находится, неправильно находится у России, ее нужно забрать. То есть, как только вот у финнов закончилась и гражданская война, и закончилась на победы белых, победы националистов, они сразу заявили свои претензии на Карелию. Так, это известнейший приказ меча, ну, собственно, или меча, или шпаги, приказ Маннергейма, главнокомандующего Белой армии, когда он сказал, что я не вложу свой меч в ножны, пока Беломорская Карелия и Аланецкая Карелия не будут свободны. Ну, свободны понятно от кого. От русских, и от большевиков. То есть, финны сразу заняли, победив гражданской войне, финское правительство заняло такую откровенно экспансионистскую и враждебную позицию по отношению к Советской России. У нас на связи историк Баир Иренчеев. И еще один вопрос я не могу вам не задать. Вы сейчас упомянули такое сочетание братский народ, нужно протянуть руку помощи. Вся эта риторика потом вернется через 20 лет, в 39-м, мы понимаем, да, Советско-финская война. Да, конечно. Можно ли говорить о том... Все это было туда-сюда. То есть, это игра, в которую играют не в одни ворота, а в двор ворот. Я понимаю, да, конечно. И причем до сих пор. Скажите, пожалуйста, вот 39-й год, 20 лет спустя, с небольшим, можно ли говорить о том, что отношение к вопросу независимости в Финляндии после событий Советско-финской войны, оно стало каким-то однозначным? Что людей примирило? Что закончило спор относительно того, каким им быть? Это было до 39-го, это стало после, и вообще вот эти события как-то влияли на эти настроения? Скорее, вот именно, видите, просто все-таки нужно признать и, опять же, честно об этом сказать, что, конечно, мы можем объяснять интересы Советского Союза. Мы можем объяснять, что действительно нужно было обеспечить безопасность Ленинграду. Это объективно, это действительно так. Но также объективной правдой является то, что народ в Финляндии воспринял начало Советско-финской войны как немотивированную агрессию стороны Советского Союза. Нация сплотилась, собственно, все бывшие гвардейцы и бывшие коммунисты, кого превентивно не посадили, потому что, как только началась финская война, примерно 200 человек было сразу без суда и следствия заключено в тюрьмы. Просто им было сказано, что началась война, вы неблагонадежные финские граждане, поэтому посидите, пожалуйста, посидите, все закончится, вас, наверное, выпустят когда-нибудь. Но все равно большинство бывших красногвардейцев, убежденных финских коммунистов, они все равно посчитали, что это абсолютно несправедливое к Финляндии действие, предпринятое Советским Союзом. Конечно, эта нация очень сплотила. То есть нация была едина, но на 99% едино в своем порыве отстоять независимость, конечно. То есть это их очень сплотило. Внешняя агрессия и внешний противник это всегда сплачивает, всегда очень помогает забыть какие-то растры. Там же помимо растры между белыми и красными была же еще растры между финскоязычным и шведскоязычным населением Финляндии, которая тоже была очень серьезной. То есть какой язык важнее и какая культура важнее Финляндии шведская или финская финскоязычная. То есть конечно 1939 год он в какой-то степени помог залечить раны гражданской войны. И конечно несмотря на что финны посчитали, что лучше в своей стране. Это тоже нельзя отрицать. Это тоже объективная реальность. Баир, вот тут конечно да Мы будем просто закругляться у нас буквально два вопроса. Пришел вопрос от пользователя. К чему на ваш взгляд молодое государство за эти сто лет пришло? Как оцениваете вы скорость развития? Сохранились ли у наций комплексы маленького но независимого государства? Мне кажется, что Финляндия за свои сто лет независимости она доказала свою состоятельность. то есть это не как бы как говорят tail state то есть пытаемся строить строить государство а потом что-то не получается. То есть какие-то элементы не работают. Нет Финляндия доказала, что это состоявшееся независимое государство самодостаточное сумели они конечно в особенности после окончания Второй мировой войны у них наладились хорошие отношения с Советским Союзом мы на торговле и промышленная кооперация с Советским Союзом Финляндия сделала большой шаг вперед затем в 60-70-е годы началось строительство нормального финского социализма в 90-е годы конечно это прорыв вперед благодаря Нокия вот то есть страна состоялась это нельзя отрицать нужно конечно знать все вот перипетии нашей совместной истории которые действительно были большие трагические сложные и собственно список претензий можно предъявлять друг другу бесконечно но это касается любых двух соседних европейских стран если вы посмотрите там у Англии с Францией там много было войн у Франции с Германией бесчисленное количество войн там ну а Польша ненавидит вообще всех своих соседей да и вообще весь мир Польши должен вот то есть комплексы возможно комплексы они всегда будут какие-то вот что именно маленькая страна но тем не менее страна состоявшаяся со своей культурой со своим искусством то есть действительно в конце 19-го начале 20-го века были созданы значимые финские произведения искусства свои национальные то есть это нейтральная состоявшаяся республика на севере Европы вот с чем можно наших соседей поздравить и опять же если вот не знаю сидеть за столом и постоянно друг другу предъявлять претензии что вот вы тогда хотели от нас того вы хотели нас завоевать нет это вы хотели к чему не приведет ни к чему не приведет у соседей у соседей нужно уйти с хорошим к соседям и спросить вот вы у вас это получилось как у вас получилось как вы это сделали можно ли применить у нас то есть вот всегда нужно у соседей учиться только хорошему и всегда обсуждать какие-то проблемы накопившиеся открыто и все пытаться решать миром потому что понятно что можно нажать красную кнопку и уничтожить весь мир но это не входит в традиции российской дипломатии всегда нужно скорее обсуждать и опять же с уважением с пониманием и главное сознанием истории и культуры относиться ко всем соседям и это Баир Ренчеев историк да спасибо большое историк директор военно-исторического центра карельского перешейка Баир Ренчеев мы обсуждали остановление независимости в Финляндии каких-то вехах первых нескольких десятилетий поговорили более предметно ну и дали какой-то вывод относительно того к чему пришла Финляндия через сто лет Баир спасибо вам большое мы обязательно будем с вами связываться в будущем спасибо успехов будем на связи всего доброго всего доброго субтитры субтитры